Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Внеплановые каникулы в школах Самарской области объявлен карантин. За полчаса пересечь весь город Самаре начали работу пересадочные шаттлы. Без очередей и суеты в Самаре открыли еще один МФЦ. Праздник для тех, у кого в жизни праздника нет. В пансионате для детей-инвалидов прошла дискотека. Переведенные на дистанционное обучение с понедельника все школы Самарской области закрывают на карантин. Занятия будут проводить онлайн. Известно, что уроки прерываются пока до 8 февраля. Часть школ в Самаре уже сегодня отменили занятия, пишут родители в соцсетях. Областное министерство образования докладывает, что в Самаре пока паниковать не стоит. Эпидемии в регионе нет. Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен только у соседей. Ведомство приняло решение о введении карантина заранее, чтобы вирусы не распространялись. Пока школы будут закрыты, там проведут противоэпидемические мероприятия по рекомендациям Роспотребнадзора, а также будут следить за количеством заболевших. На прошедшей неделе с 20 по 26 января в области зафиксировано более 11 тысяч заболеваний ОРВИ и гриппом. Редакция Самары ГИС тоже будет следить за развитием событий. Бывший глава ФИА-банка, так же как и самарские школьники, тоже посидит дома, но по другой причине. Сегодня его отправили под домашний арест до 16 марта. Решение принимал Октябрьский районный суд. Главу признанного банкротом Тольяттинского ФИА-банка Александра Носрева обвиняет в мошенничестве на 43 миллиона рублей. Но судебное заседание съемочную группу не допустили, а родственники банкира и знакомые были явно не рады журналистам. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 159, прим. 1, часть 4, сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК задержан житель города Тольятти, мужчина 1955 года рождения. В настоящее время ему предъявлено обвинение. В подробности официальные лица не вдаются, однако некоторые СМИ со ссылкой на предварительное следствие пишут, что Александр Носрев в сговоре с неким Феоктистовым представил сотрудникам банка недостоверные сведения о совершении договора купли-продажи квартиры в Москве. Под приобретение этой недвижимости был якобы взят кредит в банке на 43 миллиона рублей. Однако деньгами, как считают следствия, Носрев и Феоктистов распорядились по своему усмотрению, а условия кредитного договора с банком выполнять и не собирались. Напомню, Тольяттинский Феобанк лишили лицензии на осуществление банковских операций еще в апреле 2016 года, а уже через два месяца суд признал его банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет более 17 миллиардов рублей. Пересечь Самару за полчаса. В городе начинают курсировать так называемые М-шаттлы. Они довозят пассажиров до метро от автобусных остановок. Таким образом можно избежать лишних пересадок, сократить время в пути и сэкономить деньги. Повторно платить за проезд в метро уже не нужно. Насколько новая транспортная система удобна, разбиралась Мария Левина. У Нины Сорокиной много дел, несмотря на то, что она уже давно вышла на пенсию. Каждое утро женщина едет то навестить внуков, то в поликлинику. Зачастую приходится добираться с пересадками, тратить не только время, но и деньги. Сколько мы на пересадку денег отдаем? Ну что, пройдите по этим, по ступенькам, на троллейбус. Сократить дорогу можно, если воспользоваться метром. Для удобства жителей на дорогах Самары теперь будут курсировать шаттлы и автобусы, которые будут забирать людей с остановок общественного транспорта и подвозить к подземке. Пока маршрутов четыре. От ЖД вокзала, с пересечения Пензенской и Владимирской до метро Московская, от кинотеатра «Луч» и общественной остановки «Магазин» до станции «Юнгородок». Городские власти не исключают, что позже количество маршрутов может увеличиться. У нас достаточно большое количество обращений от наших граждан, которые не могут нормально пользоваться общественным транспортом, который проживает в поселке Запченинова. Но, соответственно, достаточно большое количество обращений о том, что необходимо улучшить транспортную работу в непосредственной близости железнодорожного вокзала. Но, естественно, мы все эти обращения учитываем и предполагаем, что именно в этих точках этот маршрут будет пользоваться наибольшим спросом. Неудобно пересадку, потому что это время. Потому что каждый раз, когда ты пересаживаешься, ты должен ждать следующего автобуса. Долго ждать шаттла не придется. Они будут курсировать каждые 10 минут – утром с 6.30 и до 9.30, и вечером с 16.00 до 22.00. Новая транспортная система поможет сэкономить. Для проезда в шаттле и в метро нужно будет приобрести единый билет за 29 рублей. Причем за эти деньги можно будет добраться из любого района города. Расплатиться можно будет только транспортной картой. Оплата за проезд проходит при посадке в автобус. В метро платить не нужно. Ага, все, пошло. Человек садится у кинотеатра «Луч» или магазина, он зубчинит к определенной степени, он делает предоплату 29 рублей, и за эти деньги может доехать до железнодорожного вокзала. На каждой станции метро установлен специальный турникет, к которому нужно приложить транспортную карту. Деньги с нее списываться не будут. Для удобства граждан в первое время на каждой станции будет дежурить консультант, который поможет разобраться в новой системе. Мы решили провести эксперимент и засекли время в пути от железнодорожного вокзала до поселка Восточный. На дорогу от ЖД вокзала до метро Московской у нас ушло 15 минут. Сейчас мы проследуем до конечной остановки метрополитена и узнаем, сколько времени уйдет на это. Еще примерно 15 минут и мы на месте. Итого, примерно за полчаса мы добрались от ЖД вокзала до Юнгородка. Максимальное время в пути, говорят эксперты, через весь город около 50 минут. И это в пробке. М-шаттлы начнут курсировать в Самаре с понедельника 3 февраля. Информационные таблички уже размещены на остановках. Также за движением шаттлов можно будет следить через приложение «Прибывалка-63». Мария Левина, Константин Головин. События. В Самаре продолжают обсуждать судьбу одного из самых живописных мест города – вертолетной площадки. Творческая команда архитекторов показала свои проекты главе города. Вскоре их увидят и горожане, чтобы высказать свое мнение. Какой будет новая вертолетка, одной из первых увидела Мария Левина. На этих кадрах одно из самых живописных мест в Самаре – смотровая площадка, в народе вертолетка. В 80-е здесь располагалась вертолетная площадка от завода Кузнецова. Отсюда и название места. Популярным место стало в середине 90-х, когда вертолетов у завода уже не стало, и туда можно было приходить просто так, полюбоваться пейзажем. Сейчас это одно из знаковых мест города, и решено его преобразить, сохранив природные особенности. Занимается переменами творческая команда во главе с архитектором Аделей Иваевой. Девушка уже приложила руку к переменам в городе. Именно она придумала новый облик Крымской площади. Ну, хотели в первую очередь показать свои силы в ландшафтной архитектуре. То есть сделать нечто новое. Те приемы, которые не использовались ранее в Самаре, да, и попробовать поэкспериментировать. На вертолетке посадят деревья, ели, можжевельник, березы и полевые цветы. Таким образом, уверены дизайнеры, можно будет подчеркнуть, что этот уголок природы продолжения Самарской Луки, что находится по другую сторону Волги. Новая вертолетная площадка должна быть комфортной. Здесь появится мини-амфитеатр для концертов, лавочки, две детские площадки, пикниковая зона и место для отдыха с лежаками. Вертолетка будет доступна для маломобильных людей, но главным остается смотровая площадка. Ее сделают на двух ярусах. Верхние обустроят навесами от солнца и дождя, чтобы ничего не мешало наслаждаться природой Жигулей. Это является одним из самых знакомых, самых красивых пейзажных мест, на которые все наши жители города всегда стремятся побывать. И поэтому сам проект и концепция его, и дальнейшая реализация будет причинен тому, чтобы как можно удобнее можно было там провести нашим землякам время. Добраться до вертолетки станет проще. Сюда будет ходить маршрутное такси. Сейчас рассматривается возможный вариант – продлить городские линии перевозки. Глава города Елена Лапушкина говорит, вертолетку начнут преображать уже в этом году. Если будут у вас предложения, ну пока не поздно, да, давайте, чтобы мы смогли совместно с вами это все вписать и уже все-таки выйти на торги, чтобы в этом году нам эту территорию с вами завершить и уже успеть полюбоваться этой территорией. У меня мечта все-таки к дню города эту территорию презентовать нашим с вами жителям. Свои предложения могут внести и самарцы. К ним городские власти обратились в соцсетях. Мнение жителей обязательно учтут. Мария Левина, Максим Гусев, События. Забыть про бумажную волокиту в Самаре открыли еще один МФЦ. На этот раз в центре города. Первым упустителем стала глава города Елена Лапушкина. Ей понравилось. Анатолий Головко расскажет, почему. Просторный, уютный зал ожидания и высококвалифицированные сотрудники. В одном из крупнейших торговых центров Самары, который располагается на Красноармейской, открыли новый многофункциональный центр. Первым посетителем офиса стала глава города Елена Лапушкина. Чем больше мы будем открывать этих МФЦ, тем лучше будет ситуация. Потому что, в любом случае, мне кажется, должна быть шаговая доступность для каждого человека, чтобы можно было сократить время не только ожидания в очереди, но и, конечно, вышел из дома и тоже уже решил свои задачи. Это тоже важно. Клиентам не придется сидеть в очередях часами, ведь среднее время ожидания должно составлять не более 15 минут. Для этого в помещении есть электронная очередь. Горожане смогут решать свои задачи в максимально короткие сроки. Если будут работать все окна, то при этом расчете в день может до 300-400 клиентов проходить. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин, в самарских МФЦ начинающим коммерсантам предоставляют услугу «Бизнес под ключ». Новый офис не стал исключением. Это комплексная услуга. Оно у нас реализуется в двух МФЦ – МФЦ «Самары» и «Тольятти». Когда предприниматель открывает бизнес, он может получить весь комплекс услуг и регистрации бизнеса. Заключение договоров, например, на ведение консалтинговых услуг каких-то, услуг подключения к правовым системам, бухгалтерским, изготовлению печати. В январе в Самарской области уже открыли новые офисы в Кенельском и Волжском районах. Всего в регионе работают 56 крупных отделений, услугами которых воспользовались более трех миллионов человек. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Самарская область стала одним из лидеров в стране по эффективности регионального управления и достижению показателей нацпроектов. Об этом стало известно по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, который провел президент Владимир Путин. Представители Федерального кабинета министров региональных и муниципальных властей обсудили роли местного самоуправления в реализации национальных проектов, обменялись передовым опытом в этой работе. Основные тезисы записала Лариса Шалафаст. Открывая заседание Совета по местному самоуправлению, президент особо подчеркнул, успешная реализация национальных проектов невозможно без активного участия в этой работе муниципальных органов власти, самых близких к людям. Именно у этого уровня публичной власти огромная сфера ответственности. Обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию никак не затронут самостоятельность местного самоуправления, но президент считает, что работа властей на местах должна лучше координироваться на федеральном уровне. Владимир Путин поручил разработать новые основы государственной политики в сфере развития местного самоуправления. Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами, дворами хорошо прибранными, благоустроенными, удобными, спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей. Наша общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. На заседании Совета особо отмечено. Муниципальным властям необходимо больше времени уделять работе с населением, а не кабинетной рутине. Самарская область в этом направлении может быть примером. Ни один проект благоустройства общественного пространства или двора не обходится без согласования с жителями, как и выбор дорог, которые необходимо отремонтировать, мест под строительство школ, детских садов. В этом году работа с населением в регионе вышла на новый уровень. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу самарской молодежи и поручил запустить проект «Культурное сердце России», по которому жители региона формировали летнюю культурную программу в своем городе или селе. В ряде регионов созданы цифровые платформы для эффективного взаимодействия с населением. И Владимир Путин поручил тиражировать этот опыт во все муниципалитеты страны. Министр экономического развития России Максим Решетников обратил внимание участников Совета на то, что около трети расходов нацпроектов идет именно на муниципальный уровень. При такой мощной поддержке муниципалитетов со стороны федеральных и региональных властей органы местного самоуправления не всегда справляются с возложенными на них задачами. «Предварительные цифры освоения средств по национальным проектам показывают, что при среднем уровне освоения средств 94%, те направления, которые связаны с муниципалитетами, там освоение существенно меньше. И если один-два муниципалитеты не выполняют, получается, что весь регион не выполняет национальные проекты. И в этих условиях губернаторы просто на следующий год лишают муниципалитеты, которые не справляются с задачами, средств». Министр предложил не лишать финансирования тех, кто отстает, а усилить персональную ответственность чиновников. В каждом муниципалитете названы ответственные за реализацию нацпроектов. Их работу контролируют кураторы из регионального правительства. Для того, чтобы картина по реализации нацпроектов по региону в целом была максимально полной, по поручению Дмитрия Азарова, областное правительство при поддержке федерального казначейства создало единую систему мониторинга исполнения нацпроектов. Лариса Шлафаст, События. Уже 4000 самарцев зарегистрировались как самозанятые. С начала этого года, с 1 января, в Самарской области введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы к концу года самозанятых в регионе должно быть около 28 тысяч. Основная задача нововведения – создание условий для здоровой конкуренции. Как стимулировать самозанятых выйти из тени и вести легальный бизнес без риска быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность, обсуждали на дискуссии в Самарской губернской думе. Были подняты актуальные вопросы нового режима налогообложения, такие как определение статуса самозанятых, список профессий, меры государственной поддержки. Необходимо отрегулировать вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, распределением налоговых доходов по уровням бюджетной системы и другие проблемы. Высказанное предложение Комитет по бюджету взял в работу. Следующий этап – подготовка законодательной инициативы для передачи на федеральный уровень. Мы будем готовить инициативу по внесению изменений в федеральное законодательство по этим вопросам. Наша задача состоит в том, чтобы разъяснить, разрекламировать, обратить внимание, привлечь интерес населения, которые сегодня осуществляют разного рода неформальные виды занятости. Дети, в чьей жизни так мало места для улыбок и веселья, на один день забыли о своих недугах. Благотворительный фонд «ИВИД» организовал праздник пансионации для особенных ребят. Мастер-класса, клоуны, дискотека и главный герой дня – овчарка Барс. Об улыбках, которые лечат – репортаж Елены Нижегородцевой. Овчарка Барс – частый гость на праздниках в пансионате для детей-инвалидов. На службе в полиции Барс уже два года. Днем он ищет пропавших людей, а в свободное время развлекает ребят. Развиваются дети, развивается память, что уже собака яркое впечатление, и о том, что они нас запоминают, запоминают, как его звать, запоминают, как он выглядит, они его ждут и любят. В «Чумовую дискотеку» именно так называется проект благотворительного фонда «ИВИДА» и телеканала «Самаргиз» ребята из пансионата для детей-инвалидов ждали целый месяц. Они танцевали, смеялись вместе с клоуном, участвовали в мастер-классах и получили подарки. Эти дети родились с ментальными и физическими нарушениями, и радостные события в их жизни случаются нечасто. Многие воспитанники пансионата почти не говорят. Не все могут самостоятельно ходить. Есть и те, кто прикован к постели. 15-летний Максим в восторге от праздника. Ты танцевал на празднике? Да. А пирожные танцевали? Да. Какого цвета пирожные? Желтые. Мне понравилось. К проекту фонда «ИВИДА» присоединяется все больше волонтеров. Среди них 16-летние девчонки, мальчишки, семейные пары и пенсионеры. Объединяет их желание помогать другим. Ну, наверное, душа хочет что-то еще, кого-то счастливить хоть на минуточку. Видимо, вот это вот общение тактильное и общение вот духовное, наверное, не хватает им. Может быть, и нам не хватает. Важно, на мой взгляд, еще и мужское внимание именно детям, парням, которые становятся взрослыми. И здорово, если найдутся люди, которые могли бы стать другом такому парню, такому мальчику. У каждого ребенка должен быть значимый взрослый, уверены психологи. Тот, кто всегда поможет, выслушит и обнимет в трудную минуту. Такую поддержку ребята находят у волонтеров. Очень важно, когда к тебе приходит твой взрослый человек, который приходит только к тебе. Он знает твои особенности, он с тобой общается на понятном тебе языке, понятным способом. Ну и, соответственно, у ребенка тоже возникает желание жить. Благотворительный фонд «ИВИДА» совместно с проектом нашего телеканала «Право на маму» помогает в поиске родителей для детей-сирот с особенностями развития. Идея проводить дискотеки – один из шагов в этом направлении. Мы снимаем сюжеты, мы пишем о детях, сиротах из пансионата, которым нужна семья. Но все мы реалисты. И мы понимаем, что очень сложно такому особому ребенку найти семью, но ему точно можно найти друга. Нету детей, которым все равно. Нету детей, которые не реагируют на ласку, на доброе слово, на улыбку. Проект «Чумовые дискотеки» стал победителем в национальной премии «Серебряный лучник Самара». В этот раз на празднике была только половина из 120 детей пансионата. Отделение «Милосердие» для самых тяжелых лежачих деток пока на карантине. Но в следующем месяце праздник придет и к ним. 27 февраля в пансионате снова пройдет «Чумовая дискотека». Елена Нижегородцева, Николай Сидоров. События. Участнику битвы за Сталинград Сергею Сергеевичу Алехину исполнилось 92 года. Он участвовал в сражениях с фашистской армией, которой командовал генерал-фельмаршал Паулис. Живым свидетелем страшных событий пообщался на туре главку. Сергей Сергеевич участвовал в кровопролитных сражениях под Сталинградом. Вместе с боевыми товарищами в 43-м он разбил немецкую армию, которой командовал генерал-фельмаршал Фридрих Паулис. Советские войска вынудили фашистов сдвинуться в сторону Ростова. На берегах Дона Сергей Сергеевич получил ранение и попал в госпиталь. Когда поправился, хотел вернуться на фронт, но по приказу командования его отправили на учебу в мореходное училище. Большую часть своей жизни он посвятил службе на флоте. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и второй степени, а также медалями за победу над Германией и оборону Сталинграда. Вот эта медаль, это за оборону Сталинграда. Это для меня наиболее главное. Почему? Потому что вы знаете, что под Сталинградом погибло. Более полутора миллионов человек. Сталинградская битва началась 17 июля 42-го и закончилась 2 февраля 43-го. Красная армия сражалась против вермахта в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях. Фашисты хотели захватить большую излучину Дона и Сталинград. В итоге немцы увязли в оборонительных боях и капитулировали. Поздравить живого свидетеля тех времен с днем рождения пришли школьники из отряда юнормейцев. Что в программе? В программе чтение. Пара песен военных, правильных. Мы в палату тяжелой раненых ходим с трепетом и почтением. Представители городских властей вручили Сергею Сергеевичу цветы и подарки. По словам главы советского района Вадима Бородина, юбиляр занимается активной работой в Совете ветеранов. Встречается со школьниками на уроках мужества. Делится своим мнением, своим знанием, своими воспоминаниями. Ну и это толкает все-таки молодежь, воспитание молодежи, патриотизм какого-то в нашей родине. В советском районе Самары проживают 90 участников войны и 1163 ветерана. Ежегодно их приглашают в Парк Победы на праздники и на встречи с молодежью. Поздравляют со всеми важными датами и событиями. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Сотни спортсменов со всей области приехали в спорткомплекс «Олимп» разыграть путевки на первенство по Волжи по акробатическому рок-н-роллу. Танцорам нужно не только показать технику движения, но и продемонстрировать артистизм. По какой системе, судя выставляет оценки, расскажет Сергей Кизоркин. Анастасия Барабанова в свои 14 лет уже чемпионка России по акробатическому рок-н-роллу. Она не только успешно выступает на соревнованиях, но и успешно передает свой опыт начинающим спортсменам. Пока все получается, радуется мастер спорта и делится со всеми личной формулой успеха. Для того, чтобы победить, нужно достаточно хорошо танцевать технику ног. То есть самое основное – делать чистые трюки и показывать зрителям как бы маленькое шоу, чтобы зритель тоже проникся программной и понял человека, который танцует на сцене. За путевки на межрегиональный турнир сражаются несколько сотен спортсменов и только 10 лучших танцоров. В каждой номинации поедут на первенство по Волжье. Возрастных категорий несколько, начиная с 4-х лет. Танцуют мальчики и девочки в одиночном, парном и командном разрядах. У нас тоже есть обязательные элементы. В каждой дисциплине они свои, зависят от возраста, поэтому от этого зависит группа сложностей. Соответственно, чем старше, тем сложнее. Судьбу спортсменов в акробатическом рок-н-ролле решает компьютерная программа. Судьи заносят в таблицу свои оценки, а итоговый балл выдает машина. На вершину спортивного олимпа поднимаются сильнейшие. Я очень надеюсь, что наши ребята там себя достойно покажут. И члены сборной команды Российской Федерации появятся в том числе и в нашем регионе. Первенство по Волжье по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Самаре 7 марта. Затем спортсменов ждет чемпионат России. Там сборные Самарской области будут противостоять команды Москвы и Санкт-Петербурга. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютубе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагист» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютубе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!